Девушки отдыхают Говорит про борьбу с ИГИЛ, в очередной раз обещает закрыть Гуантанамо и уверяет, что санкции в отношении России сработали В прошлом году мы вместе с нашими партнерами проделали тяжелую работу по введению санкций И тогда кто-то говорил, что действия Москвы это мастерская демонстрация стратегического мышления силы Сегодня США сильны и едины со своими союзниками Россия изолирована, а ее экономика разорвана в клочья Эти слова Обамы фактически признание, США играют не только против Путина, о чем не раз заявляли Цель куда масштабнее развал всей страны Но свои успехи президент США явно преувеличивает Да, санкции ударили по России, но проблемы в экономике связаны скорее не с ними, а с упавшей ценой на нефть И масштаб их явно соответствует тезису «разорвано в клочья», что понятно любому, кто хоть немного разбирается в экономике От того без злословия в интернете не обошлось Обама заявил, что российская экономика разорвана в клочья благодаря США Типа порвал, как тузик тряпку Мечтатель У нас очень большие золотовалютные резервы У нас низкий кооперативный долг У нас стабильное положение крупнейших системообразующих компаний Все прекрасно понимают и другое Никакой международной изоляции России нет и в помине Обама что-то опять нафантазировал Столь насыщенными дипломатические отношения нашей страны не были никогда Взять хотя бы страны БРИКС, в которых проживает 40% населения планеты Десятки заключенных контрактов только с Китаем На 400 миллиардов долларов, которые Пекин заплатит Москве за поставки газа С Европой отношения действительно не ладятся Но и тут мосты никто сжигать не собирается Что подтвердил глава МИД Лавров Мы слышим немало заявлений со стороны наших западных партнеров О том, что необходимо Россию и далее изолировать Президент Обама счел возможным во вчерашнем послании нации заявить примерно об этом же Все эти попытки, они не дадут результата Министр Лавров поясняет, США явно хотят доминировать, а не быть даже первыми среди равных Потом добавляет, это пройдет, но явно не у Обамы В своей речи он снова говорит об исключительности американцев Они, правда, не проявили особого интереса к его словам Трансляцию смотрело рекордно низкое число американцев Всего около 10 миллионов А Твиттер закипел лишь в момент, когда президент США напомнил, что больше не может баллотироваться в президенты Пресса тоже отреагировала скупо и в основном критически Выступление Барака Обамы перед Конгрессом США было невыносимым и оторванным от реальности Особенно учитывая тот иррациональный курс внешней политики, который проводит американский президент Соединенные Штаты Америки рисуют виртуальную картину настоящего В которую верят сами и главное заставляют поверить других В этом выдуманном мире Соединенные Штаты Америки являются безусловной мировой доминантой В настоящем невыдуманном мире все по-другому Соединенные Штаты Америки, пытаясь контролировать все и вся, теряют этот самый контроль И выглядит уже смешно Но маниакальная одержимость исключительностью вряд ли сулит миру хорошие перспективы Привилегию диктовать свои правила Обама оставляет США Как возможность применять силу в одностороннем порядке Он, правда, уточняет против террористов Но эти мало кого интересующие рамки можно легко расширить тоже в одностороннем порядке При этом сам Обама вот как объясняет действия США в отношении России Противостоя российской агрессии, поддерживая демократию на Украине И подбадривая союзников по НАТО Мы отстаиваем принцип, который заключается в том, что более крупные страны не могут запугивать малые страны Этот принцип США сами уже много раз втаптывали в землю Прецедентов масса, бомбежки Югославии без мандата ООН Все прекрасно помнят Потом был Ирак, Ливия, теперь Сирия Где Америка как бы борется с ИГИЛ, но поддерживает оппозицию, которая поддерживает ИГИЛ Двойные стандарты пронизывают все Международное право на Вашингтон давно не распространяется Действует только право сильного Это ООН волен решать вокруг, кого устанавливать забор из экономических санкций А кому давать послабление в виде печеньки Новые санкции, проведенные этим созывом Конгресса в данный момент, практически гарантируют провал дипломатии Они отдалят Америку от ее союзников и приведут к тому, что Иран возобновит свою ядерную программу Я намерен наложить вето на любой новый законопроект по санкциям, которые грозит подорвать достигнутый прогресс Заявление по Ирану вообще прозвучало как прямая угроза конгрессменам Большинство из которых республиканцы, критикующие политику нынешнего президента Терпеть его им осталось недолго Это обращение Обамы к нации было предпоследним Но кто придет ему на смену, еще вопрос Вряд ли в предстоящие 2-3 года нам стоит ожидать каких-то послаблений от Вашингтона Но на самом деле они нам и не нужны Главная задача России это развивать внутреннюю экономику, российскую экономику Делать ее возможно более сильной и диверсифицированной И вторая задача во внешнеполитическом плане Это строить систему союзов и партнерских отношений с максимальным числом государств В Москве подчеркивают, что открыты для отношений с Европой и США Отношения основанных на равноправии и учете взаимных интересов Хотя Вашингтон никак не уяснит главного Россия не несет никакой угрозы Но речь Обамы, министр транспорта США Слушал в секретном бункере в случае атомной бомбардировки и смерти остальной верхушки Он должен был возглавить страну Все как в годы Холодной войны Которая в головах американских политиков так и не закончилась Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok